Ребята, всем привет! С вами Александр, Jurassic World The Game и эту серию, в общем-то, я озвучу постфактным. В общем-то, буду сейчас прям так смотреть бой практически вместе с вами, потому что у меня, когда я записывал эту серию, у меня что-то там заглючило микрофон. Короче, звуковая дорожка не записалась. Хотя я проверил, в лампочках горела, вроде все должно было быть. Так что вот сейчас придется переозвучить это все дело, ну точнее наложить звуковую дорожку комментариев своих. Итак, у нас вот есть такая битва, опять же у нас мега сильные существа, и это у нас там что-то битва а-ля против птерозавров, как вы поняли, что-то там было на картинке нарисовано в начале насчет этого турнира. Да, я, по-моему, тут решил, если мне память изменяет, брать, посражаться травоядным, потому что вот эти, какого я раскладываю, у нас Зухариптер, Метриофадон и Сигнозух, ну вообще-то просто, ну, редкий случай, когда вот приходится сражаться, ну, точнее, не приходится, а можно посражаться травоядными и не брать, короче, не брать хищников, например. Потому что здесь два птерозавра, а там, ну, в принципе, травоядный на травоядный тоже может порешаться. Несмотря на то, что там Сигнозух 55-го левела, можно как бы это все без проблем разрулить. Ну, вот я выиграл Монастега Топса 40-го, а я таки взял, все-таки, до одного Предродончика и Сигнозуха. Ну, пусть будет так. Посражаемся. Так, я решил тут проатаковать, потому что был у нас, естественно, сильный удар Монастега Топса с бонусом по Риптеру. Ну, и в ответ мы получили, я вот тут как раз рассчитывал на то, что, как бы, чтобы выжить, и поставил 2 балла в защиту, да. Ну, Сигнич как раз и проатаковал, но нам хватило 139 хелсов. И вот, вот так вот было. Ну, теперь, в принципе, его можно принести в жертву. Да, я все так и сделал. И он нас не проатаковал, это вообще, да, шара, или проатаковал. Не, не проатаковал, это вообще полнейшая шара. На такое я даже не рассчитывал. И вот я даже решил подмениться и сохранить Монастега Топса. Ну, тут так, с запасом, скажем так, проатаковал и не пробил таки. Но ему придется все равно подмениться. Я все таки решил, да, больше дать свободы травоядным. Как я и говорил в начале все таки, да. И будем добивать, добивать травоядным. Так, ну теперь его пробить вообще легко. 2-1 защиту. Просто потому что лишний был, да. Ну, Метрефодон, естественно, пробьет кого угодно за два удара. Из обыкновенных травоядных. Он бьет на 3 балла, один себе приберег. Ну, Сегныч у нас не пальцем делан. 7000 урона у обычного Сегнозавра, да. У него был вообще дикий урон на 55-м левеле. Так, 2-3 в защиту, чтобы точно даже 4, потому что у него 1 балл мог быть в переносе. Я поставил 4 в защиту. Так, ну он сейчас и проатакует. Ну да, вот видите, я его так и подловил. Подловил, а тот балл он поставил в защиту, потому что у него всего было 4 все-таки. Ну, я перестраховался, чтобы было все надежно. Ну, и тут вообще поездить еще 6 баллов. Рвут Зухариптора просто в клочья. 84 тысячи урона. Вот такой вот. Так, и это прошло 3 минуты 30 секунд видео. Да. Отлично. Прикольно озвучивает, да. Сидишь, сам смотришь. Но, правда, времени тратится в 2 раза больше. Мне теперь приходится это все видео тоже так же смотреть. Записал, потратил 20 минут времени и прокомментировал 20 минут времени. После комментариев его еще нужно это видео рендерить, потому что, как бы так, если бы комментарии записались, я бы без рендера мог залить на ютубчик. А так, звуковую дорожку нужно зарендерить в видео. Короче, озвучка видео это потеря, чуть ли не тройная потеря времени. Минимум трехкратная потеря времени. Вот это, ребята. Это видео стоит трех видео. Так, что я тут выбрал против этих? Так, пахигалозавр, пахицератопс и пеликанептерикс. Но пеликанептерикс я можно не считать. Ха-ха-ха. Я тоже изначально этого, кстати, не заметил. Случайно даже вышел. И вот теперь я должен на этот момент заметить, что пеликанептерикс здесь вообще нулевый. Короче, его в расчет просто можно не брать. Да, ну... И пошли мы. Юдон, Цыпленок. Ну, тут явно избыточную команду я взял. Пахигалозавр 36-го левела всего лишь. Пик. Ну, как обычно. Накапливаем, в принципе. Мы можем Юдона и в жертву принести. Если надо. Ну, вот как раз, наверное, и пробил. Да, вот это было читерски. Я еще тогда запомнил, что реально. Вот он идеально сделал удар. Вот просто идеально. Гаденыш. Откуда? У меня был... У меня были баллы. Он не должен был бить на 3. Либо на все баллы, либо меньше. Так, ну, мы его сразу же отомстили. Это была единственная наша преграда. В принципе, там Индораптор. Пахисаратопса легко нашинкует. 3 балла. Мы выжили. Это было прикольно. Я на это надеялся. И, в принципе, решил подмениться, чтобы тоже, как бы, дать Индораптору волю. 3. И так, ну и все. Там дальше, в принципе, в расчет можно не брать. Хотя, пеликаник Теликс, если он лупанул бы на 8, то мало бы не показалось. Там, если бить на 8, то бонус чуть ли не на 20-кратный. 486 умножить на 20. 9700. Он, по идее, даже пробил бы меня. Чистых 8 ударов от пеликаник Теликса пробили бы, скорее всего, Индораптора. Ну, там где-то, где-то было рядом. Точно, там, X19 получается. Так, и так. У нас еще есть один бой, но после этого боя будет еще один бой. Так, что, ребятки, готовьтесь, мы еще потом пойдем немножко насажаемся. Так, пахи-пахи и тропиагоптер. Вот так вот. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ну, тут можно взять вообще троицу, а можно что-то сейчас придумать, поэкспериментировать. Ну, два пахика, конечно, неудобно. Ну, вот Горгазуха можно взять и Метриофадона. Да я вот так вот решил, экспериментальный такой. Командой пойти. Ну, пахик, вы сами знаете, пахик у нас как пушечное мясо. Принимают урон на себя. Люблю таких динозавров. И терезина завра, я за это люблю, когда сражался еще только легендарный. За то, что он может потанковать. Два бьет на один, но по одному это мы можем так долго, долго собираться. Можно даже защиту больше поставить. А потом, если что, даже подмениться можно. Ну, Горгазух, конечно, наверное, сейчас не сделает того подвига, который сделал наш Приатродон. Так. Легко пробили, я его не защищаю. И, в принципе, этого парнишку даже можно было бы и сразу попытаться пробить. Он подменяется на три и атакует, потому что... А, непонятно почему. У меня могла быть стоять защита, я бы выжил. Так, ну, значит... Я решил этого Птерыча против Птерыча поставить. Это было, конечно, не обязательно. Ну, так поинтереснее получилось. И что теперь? Кто кого протакует, не протакует, ты решил таки протоковать. Прощай, Митриафодон. Кстати, это был довольно-таки опасный момент. Могло просто вот тупо не хватить баллов. Смотрите, вот пять. Вот это момент истины. Реально тут вообще я вот угадал вообще. На ровном месте можно было проиграть. Ну, я тут уже расслабился. Решил поподменяться. По красоте поиграть. Ну, слава яйцам хватило нам силушки богатырской. Так, ну, еще у нас впереди будет сейчас еще один боючек, ребята. Так. А, нет. А, гроза птерозавров. Чуть. Я думал, что мы вот здесь сражаемся. Но нет, 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 нет. Блин, какое? Я пастиметродон сказал. Блин, астапазавр. Астапазавр у нас уничтожитель пахи голозавров. Так, во. Я взял амфибийку. А, так я даже, наверное, мы сейчас вообще весь этот турнир пройдем. Сколько у нас еще осталось до конца видео? Пять минут. Так что мы тут, в принципе, сейчас затащим еще вот этот турнир. Амфибики. Амфибики против летунов. Но я старался брать слабых летунов. Слабых амфибий. Видите, у меня у диплотатора сила удара меньше, чем у этого птеронадона. И. Нормально все. Все отлично. Ну, здесь так, да, как говорится, можно на везение сыграть. Раз-два, и все готово. Очень быстрый и короткий бой. Идем дальше. Две амфибии. Ну, тут можно брать что-то на уровне легендарных. Я, по-моему, легендарных хотел взять тогда. Сейчас сарказуха там. И ихтя стекла. Ну-ка. Давай, бери сарказуха их. А, смотрите, как память. Память еще помнит что-то. Что-то еще запомнил. Так, сарказух. Ну, сила удара на сотку меньше. На сотку меньше. Да. И нам хоть так, хоть, да. Ну, это было так. Неэкономно ударить на один, потому что придется еще на два бить. А так, думаю, на два с бонусом бы мы пробили. Раз-два, ну, еще два-три решил. Ненадежно. Вот и не пробил, да? Вот так вот. За кадром видно лучше. И атака на четыре. Ну, это легко. Мы его пробьем спокойненько за один. И сможем даже защититься. Ну, и два-два, более чем достаточно. И так, жир нарезает, в каком-то, да, еще думал, блин, вот, вот, такой уродливый, вот этот керозавр. Есть ли кто-то, кому он нравится, как выглядит жирная ринка этот. Такой какой-то уродливый. Так, готово. И последний бой. Три амфибии нужно взять. Так, и опять же, здесь можно взять чего-то на уровне легендарных. И справиться. Так, давайте сейчас, я помню, наверное, кого взять. Там вот микропозавра Приназуха, еще кого-то можно взять. Протерагеринуса, или еще кого-то, кого я тут беру. Так, этих двух взял. И кого-то с большим количеством жизни. Эриопс. Вот я вижу Эриопс. Да, именно так я тогда и думал. Ну, Эриопс, вообще, смотрите, какой ничтожно маленький у него удар. 117 всего лишь. Его только потанковать и слить. Дальше его держать не стоит. Накапливаем по классической стратегии от Линкогейм. Ну, и сейчас изи-бизи его пробиваем. Даже защитим микропозавра, скорее всего. Ать, двать, трить. И раз, два. А один поставил. Решил один всего лишь поставить. Ну, то есть, в принципе, микропозавра я не пытался сберечь. Потому что нужно было бы ставить два. Потому что за три он пробьет. То есть, почти 400. 4 у 3, 12. С бонусом будет двушка. Но он нам тут фортануло, в принципе. И он нас не проатаковал. Ать, двать, трить и ать, двать. Ну, как обычно. Даже три решил. Три на три. Хотя магическое число было два. Так, ну и Зухарептер. Зухарептер. Появился. И полностью проатаковал. Вообще. Никакой загадки нам не оставил. Вот так вот, в общем-то, мы прошли по быстренькому. За 15 минут два турнира, шесть боев, ребятки. И вот такой вот наборчик дали. 500 генов. И Таппи Жара. Я еще помню, когда Таппи Жара. Там Тупук Суара. И еще что-то я там сказал. В общем-то. Ну и все, ребятки. Да, на этом, в общем-то, серийка заканчивается. Всем спасибо за просмотр. И до скорых встреч, ребятки. Всем пока. Новенького динозаврика пока что нет. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Субтитры сделал DimaTorzok